всем привет недавно у меня вышло видео он типа как снимает себя на фотоаппарат canon там я выложил разные способы включая интервальный съемку неинтервальный съемку ну и всякий такой вот бред ну и мне сказали а зачем ведь можно взять включить запись видео и использовать его как и для съемки себя так и для съемки так называемого серийного фото ну чтобы сразу взять и из видео вытащить нужные кадры чтобы уж было все нормально и сейчас вот в этом небольшом видео я попытаюсь показать что в данном случае немножко не так если мы пытаемся снимать видео вместо фото начни скриншоты видя ну и вы уже сразу видите у меня там небо она выбилась я ничего не могу сделать никак не могу ничего потянуть нормально потому что все верно я снимаю видео и какой бы извращенный формат видео я не поставил если не конь навороченного raw формата там перекрутами закрутами и так далее увы мне это никак не поможет нормально они не конечно навороченные raw и все так возникает вопрос а смысл зато так вот писать чтобы пользоваться этими навороченным раунд зачем когда можем просто взять фотографировать какой-то и получается извращенный момент но вернемся другому оба вернемся в другой проблеме сейчас у нас экранчики переключиться хопа да 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 я еще делаю подсъемку на телефон и поэтому это видео я переснимаю уже какой раз вы видите что у меня камера буржуйский след на в буржуйском тв-режиме который не заносит в простые камеры простых нормальных человеков вот нету там там только им режим а почему я подключил тв-режим потому что проблема при съемке видео это выдержка выдержка которая у нас будет сейчас у меня тут стоит темнейший не темнейший без разницы но выдержка еще что выдержка не так если мы говорим про съемку видео то выдержка должна быть единица где-то короче в два раза больше о прямо сейчас яблоко упало видели не видели выдержка даровать примером в два раза больше чем количество кадров в секунду то есть единица зеленая на x а где их рассчитывается фокусу этом кайдра секунду на 2 например вот для 30 кадров в секунду хороша выдержка 1 60 1 60 выдержка все ну такой выдержки есть уже минус человеке человеке при такой выдержки постоянно меняет свое лицо гримасу и так далее за чего нормально человека вот записать вот чтобы получился красивый кадр с человеком ну не выйдет потребуется выискивать иначе будет постоянно искаженные вот эти вот лица все как мы видим стоп кадрах видео в этих самых стоп кадрах видео получаем какую-то такую фигню тогда нужно поменять правильно выдержку видео и например сделать одну 125 но 1 125 для самого видео уже не очень ну потому что это 1 125 но мы копнем немножко глубже копнем ну чуть 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 глубже правда видео будет смонтировано так что через 4k картинки пределом будет телефон это я вот тут вот вижу одну картинку на другой ну вот наши птички для них если захочу поснимать птицах этой самой выдержки в 1 125 будет мало и для видео это будет неправильно у нас движение неправильно будет у нас размытие то что требуется вопрос решить все таки что же правильное должно быть выдержка под фото или выдержка под видео снимаем мы фото или снимаем мы видео но если я все-таки захочу поснимать что-то быстро двигающийся как те же самых птичек 1 500 до 1 500 и нормальном режиме видео получается такое хреновое у все понимают что видео будет рваная потому что нету правильного размытия которая нас привыкла глаз и нас клуба говоря приучили к этому но зато получается нормальные более-менее стоп-кадр но опять же и будет мало если мы снимаем что-то быстро например машинки например мы снимаем машинки вот машинки едут тут достаточно медленно они едут не трех местах можно поснимать более быстрые машинки ну как пример вот машинки это машинки снятые на 1 500 ну можно сказать еще ничего нормально на 1 500 но если мы поставим видео как оно должно правильно сниматься судишь к 1 30 то все эти машинки на 60 даже 30 кадров в секунду то все эти машинки будут иметь размытость из-за того что у нас этот эффект движения как-то motion blur правильно называется и поэтому нормально уже ничего не выйдет а еще не забываем мы получаем джипик мы не можем не потянуть раф не потянуть то не потянуть это и нормально даже по цветок корить уже не выйдет баланс белого да тоже не получится потянуть ничего мы же все-таки хотим сэкономить снятие фото и видео сразу вот например машина проехала с нормальным тем самым блюром с нормальной размытостью которой мы привыкли вот если мы говорим про видео блин как неудобно эту бандуру нести я сейчас вылежно похоже на кого-то профессионального профессионала особенно вот сейчас проезжает автобус на 1 60 медленно тут правда машина едут не так быстро 0 и вот маршрутка проезжает да 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 в питере до сих пор еще дети с маршрутки правда они в область едут или из области вот тут то конечно до такого не особо видно потерь поставим выдержку например одну пятьсотую поставили теперь уже видео само будет плохое но зато вот эти самые кадры которые мы хотим вытащить чтобы потом их превратить фотографии будет уже получше про они будут получше он только возникает вопрос а если в этом смысл я просто не знаю когда будет смонтирована потому что в первую очередь мне нужно знать сколько кадров в секунду всякая выдержка у меня на видео и в этом не как раз помогает телефон телефон помогает так вот сейчас машины проект на выдержка 1 500 но машинки езжайте так машина проезжает женщина так посмотрела на меня как будто бы я занимаюсь чем-то страшным и опасным машину но кроме машин конечно же есть еще более быстро те же самые дети для детей нужно одну двухтысячную или животные еще что-нибудь кстати можно выдержки стать и побольше вот тогда видео получается рассыпанным не то видео которое мы привыкли которое нам нравится видеть да на 14000 можно поснимать мы все равно получаем джи и джи пиде который потом свои ну и видео получается таким нормально ли это можно заменить серийную съемку если нам нужно под обработку и под реальную работу то это все если честно полная туфта ну и напоследок вот например опять поставили нормальную более-менее выдержку с точки зрения правильного видеосъемки и где у нас одна десятая мы получим под размытые не статичные записи картинки то есть цена все понятно но еще в чем все-таки минусы 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 минус слишком многое про минусы говорю как я уже сказал выбивается у нас небо нельзя потянуть нельзя то но еще минус например нельзя использовать импульсный свет сейчас сначала я был перед этим я покажу работу таймера в прошлый раз мне задали вопрос еще а вот тот таймер который я показал вообще нормально ли он может перефокусироваться потому что для съемки себя то есть мы уже уяснили что видела использовать для этого смысла нету теперь еще два момента это про импульсный свет и про 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 сейчас вернусь у себя опа конструкцию так тяжело держать вот и про например выбитые небеса вот сейчас надо будет у проблема в том что там выбивает немножко небо надо бы как-то это убрать убрать сейчас придумаем вот для начала про интервальный таймер а реально ли он так главное это чувство не уронить и реально ли он успевает фокусироваться как я уже сказал то есть мы пытаемся снимать себя сейчас включим интервальный таймер плык отключаем запись видео так ну что ж картинка стала чисто телефонной телефонная картинка включаем наш интервальный таймер вкладочка 7 а включаем в режим фото их меню вкладочка 7 интервальный таймер фокусировка настройка ну раз там 5 секунд пусть будет количество кадров ну вот что за ценам попустим будет пусть 10 окей окей все таймер ставим 100 миллиметров слушал проекте сфокусируется но не сфокусируется вот у нас есть памятник и начинаем фото а ну для надежности для понятности еще включу этот самый механический затвор включили камера что-то ищет что-то фокусируется ну вот например с вами по фокусам на памятнике видно что она находится лицо ищет его также например можно чем поближе снять за три секунды до спуска камера перри фокус начинаете или включать режим фокусировки вот когда подошел за три секунды до начинаете фокусировка до щелчка . затвора то есть по сути камера вполне шустро фокусируется ну правда может промахнуться особенно если слишком сильно вертеться но если мы снимаем например себя сейчас поснимаем из себя то это даст вполне неплохо так открываем наш старый добрый режим тем а у метод до 10 кадров 1 5 секунд и еще я включу вспышку себе включается вспышка теперь у меня еще включена вспышка так выкручиваем 24 миллиметра делаем открытую диафрагму я стал открытую ты и похода до походу все жалуются что не хватит вспышки отпыхать вспышка у нас старенькая простенькая просто сделаю сейчас тебя кадр вот например в чем смысл да можно импульсом цветом себя подсветить иначе полученного нужно будет пересвет сейчас пышка такая маломощная но плюс в том что я могу например себя подсветить а видео именно видео поливалого она мне не даст вот эту самую вспышку то есть и серийка получается не очень и такой формат тоже будет ну не очень вы холодом а тут я еще могу использовать свет импульсом свет а с импульсом светом можно снять чуть больше чем много чего можно снять все все фурген отыграл и кто и что там вышло хотя бы глянуть ну видно что она меня подсвечивала вспышка хотя где-то выбито не выбито где-то не подбито хотя тут я бы по-другому надо делать если вспышка слишком сильно и у нее нет высокая скоростность хронизации что тоже создает проблему и я в этом момент еще и говорил вот один кадр нормальный остальные с открытым ртом ну понятно типичная дичь при съемке вот этих стоп кадров так сейчас перекрутим по-другому у нас также тут у нас нету скоростной синхронизации поставим из она и ну и наверное диафрагму прикроет до 5 и 6 может даже вот так вот вот так сделаю еще раз запущу цены за таймер так гряду от рейд правда . не попроще ну давай . заряжайся бах не меня вспышкой ну я хочу крутых кадров сейчас я специально молчу чтобы кадры вышли не с разговариваем чем вот видели с разговаривающим ртом ну так можно и подсветить объект и еще что-то ну и пульс на свет сами знаете тем более тут вспышка у меня размером со спичечный коробок что ну ладно спичечный чуть больше но это намного удобнее чем вообще полное отсутствие вспышки так что как то так сейчас мы переключимся к компьютеру где посмотрим вот эти вот кадры снятые режиме тв видео вот этой с разными выдержками ну и посмотрим наши фото кадры плюс но сейчас я сделаю еще опа выключил вспышку можно сделать еще несколько кадров на таймер себя шик так правда тут надо переключить открыть диафрагмов я стал открыть диафрагмов открыть диафрагмов и со сделать авто ну и еще раз включить таймер правда без пушки но весь основной смысл в том конечно вспышка позволяет подсветить ну и если мне даже что-то выбитое я могу это все верно все правильно я могу это спокойненько отредактировать как надо подтянуть рафки потянуть баланс белого ой только у меня рука уже устала держать по махину ну еще например не только кадров что она и фокусируется не про махину фокусу на траве и сразу же фокус на памятнике ну и все а теперь уже переходим к компьютеру где посмотрим что это на практике как они чего что и чё переходим на компьютер ну вот наше видео которое снимал ну и вот они стоп кадры например тут выдержка у меня 1 125 и видно что от движения небольшого с вас у меня есть хотя я просто вот мал выдержка 1 125 видно что вот тут движение подъела немножко изображение что вот тут птички немножко не правильные все то есть нужно более короткую выдержку тут я круче выдержку 1 60 и любое движение еще больше смазывать картинку видно что деревья немножко в сумасе и так далее но хотя скамейка да тоже смазана потому что у нас так называемый motion blur при движении он заметно мажет эту самую картинку в движении ну вот 1 60 видно что она смазана так и должно быть смазана потому что этот смаз от движения и поэтому как я уже сказал ранее вот это самое не подходит ну вот например вот я тут стою в каком-то стоп кадре непонятно и вот выбирать кривляюсь до стою кривляюсь она 60 и чуть движение добавляем все у нас становится смазанным поэтому данный режим как вы видите он ну не особо подходит и надо меньше играть с выдержкой видео и правильная выдержка конечно она будет у нас намного короче чем есть но птичка например видно что хоть у нас тут и 4к великая 4к но все равно это немножко не то чем если сделан фото и фото с правильной выдержкой и правильной фокусировкой дальше вот я выкутирую изменил до 1 500 но это движение чуть больше плюс еще сама 4к пожирает картинку очень картинку переживает когда видео и так далее это же у нас не чисто рафа это получается порой не так хорошо как хочется что он хотя у нас тут всего лишь 1 500 выдержка идем к месту где у нас тут машина не машины ну вот машины тут я показываю пример вот на 1 500 ну более-менее заморозить движение удалось но если быть честным то по качеству кардинки до нормальной фотографии такому режиму далеко поэтому серийная съемка нормальная серийная съемка наше все хотя вот даже брызги местами удалось запечатлеть если бен веря был ближе бы и брызги были бы ближе ну опять же это не так хорошо заморозит камера выдержка одна четырехтысячная не там выдержка еще более меньше так где-то я кручу выдержку ну вот выдержка 1 60 любое движение видите машина проезжает и все движение смазано размазано плюс у меня еще дрожит рука и стоп-кадр нормально вытащить ну практически не получается дальше что можно еще тут увидеть интересного ну вот все еще одна 60 как должно быть правильно для видео для видео она правильно но для фото в серии она вообще неправильно и совсем никак все неправильно опять же от нашли 10 видите что даже номер маршрутки он размыт и так и должно быть он должен быть номер размыт потому что у нас выдержка под видео но не под фото а когда делаем выдержку под фото то картинка становится какой-то дерганой вот например если посмотреть на колесо машины сейчас немножко хочу на смотрите колесо машина но с избыточной четкой и движется как-то сама машина очень дергана вот выдержка на 500 и она делает какую-то неровную рваную картинку если последний на колеса так вообще какое-то странно непонятное изображение туши нет правильного размытия которая привычна для нашего глаза и получается короче какая-то фигня а вот если выдержку кстати одна четырехтысячная машина поедет видно что до заморозилась хорошо заморозилась прикольно но само движение она рваная ответьте машина да она у нас статично но само движение само шевеление всего она рваная поэтому либо мы фотографируем либо выпишем видео одно другого не дано хотя да при одной четырехтысячной вполне плохо можно задерживать допустим такие вот как бы стоп-кадры но как видео она выходит не очень вот видно все хотя дал на четырехтысячная неплохо замораживает она замораживает но для видео не годится и наоборот если вот видели как машина проехала очень больно по глазам вот такое именно движение на до 4000 но зато она как-то работает в плане такой фото при записи видео так 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 ну и тут я опять что-то еще показываю кручу верчу выдержки не выдержки ну и показываю себя так ну теперь перейдем к стоп-кадрам которые я снимал уже на интервальном таймере посмотрим как там фокус сработал вот у нас стоп-кадры фокус но мне кажется попала без каких-либо проблем и все то право методушка косячил начали там это я вырезал где я стрелял сначала выдержка одна там четырехтысячная который сохранил здесь немножко промахнулся здесь опять попал здесь мне кажется по фокусу на траву я попал вот если сделать стопроцентный crop то мне кажется по фокусу в центр кадра куда-то я на траву попал опять же вот арка у нас все нормально здесь тоже нормально а вот здесь у меня помню вроде бы промахнулся но по дереву фокус белый день заставшие сделал пять секунд задержку здесь опять переключилась на памятник здесь опять на траву но тут я себя делаю со вспышкой видите со вспышкой даже бакэшечка есть это на темнейший видите бакэшечка на темнейший ужас но вспышка позволяет подсветить правда если бы оба еще высокая скоростная синхронизация было бы еще лучше у тебя в движении все двигаюсь и вспышка позволяет полностью подсветить все здесь я первый кадр промах потому что я только начал серию ну и дальше она пошло как надо правда здесь пришлось прикрыть диафрагму до 5 и 6 до до 5 и 6 прикрыл диафрагму и получилось а как получилось ну в целом работа с импульсным цветом работа с кем и промахов особо нету как я сказал что она не промачивается в этом интервальном таймере раз два три и переключилась поэтому как-то так можно сказать что записывать в видео используя в первую очередь да и правильно его как серийную съемку и съемка себя и в этом духе это не имеет смысла проще уж вставить какой-нибудь там интервальный таймер и твантой ну это интервальный таймер который есть в современных камерах включая rp но к сожалению что ты его не завезли в рку но при этом он есть в 6d mark 2 почему так я не знаю ну короче как-то так она получается надеюсь это видео было вам полезно ставим лайки и знаки подписки отписки но если желание можно поддержать развитие канала все ссылки в описании к ролику спасибо за внимание что у нас есть в описании к ролику Продолжение следует...